Приветствую вас, друзья, в эфире программа о православии в нашей жизни. Сегодня мы поговорим о двух темах и двух датах, которые в эти дни встретились особым образом. Это 25-летие начала возрождения Артемии Веркальского монастыря и 99-е годовщина Октябрьской революции. Сегодня у нас в гостях наместник архангельского подворья Артемии Веркальского монастыря, игумен Феодосий Нестеров, руководитель епархиального отдела по взаимоотношению церкви и общества. Здравствуйте, батюшка, благословите. Здравствуйте, благослови Господи. Батюшка, ну вот эти две темы и точнее две даты, которые таким необычным образом, в общем-то, встретились в эти дни, они вот как бы наталкивают на размышления о том, что же произошло в нашей стране сто лет тому назад, когда древняя, трехсотлетняя монашеская обитель Артемий Веркальский монастырь был уничтожен, как и сотни других монастырей и храмов по всей нашей России. Что же происходило тогда с нашей страной? И что с ней происходило затем, уже десятилетия спустя, когда началось совершенно неожиданно, просто на пустом месте, возрождение духовной жизни, православия, храмов и монастырей? Конечно, за последние 20-25 лет мы узнали очень много новой информации, ну и вообще мы отчасти свидетели истории, кто родился еще в советский период в Советском Союзе, были причастны жизни в Советском Союзе, воспитывались, и поэтому для нас эта история-то не понаслышке. Очень сложно оценить такое эпохальное событие, когда разрушаются империи, страны, мир изменяется стремительно. Теперь мы понимаем, что изначальный такой посыл событий, отнюдь не была забота о рабочих и крестьянах Российской империи, а фактически разрушение великой страны, державы, разрушение внешними силами, ну и теми внутренними силами, которые созрели к тому времени. И вот по замечательному свидетельству пророческому слову Федора Михайловича Достоевского, который вот у нас здесь найдено, не было сил противостоять ни в управлении страной, ни в самом обществе, противостоять надвигающейся революции. Теперь это в некоторых кругах называют красным проектом. Конечно, событие захватило сверху донизу всю жизнь. Мы не можем, нам очень трудно представить жизнь в Российской империи, дореволюционную. Меня воспитывала бабушка, которая тогда еще училась в царской гимназии. И какие-то осколки этого понимания, наверное, в меня вошли, заранились. До сих пор не вынесены такие однозначные, может быть, да их, наверное, не будет никогда однозначных оценок, потому что, как известно, говори правду и только правду, но та правда, которая тебе нужна. Можно создавать целый ряд фактов, подбор от очень положительного образа до совершенно отрицательного, опуская другие факты. Наверное, не будет. Гражданская война еще не закончилась в каком-то смысле в нашем сердце. Мы все еще делимся по баррикадам. Но самое главное, наверное, в чем трудно не согласиться, это оскудение церковной жизни, потери авторитета церкви в обществе. Да, конечно, было много ярких представителей, замечательных деятелей, о которых мы знаем, о которых, может быть, не до конца знаем. Но общее состояние свидетельствует по архивным данным, по исследованиям о том, что просто, это даже трудно выразить словами, такое массовое падение, особенно вот в людях думающих, в интеллигентных, в людях, составляющих элиту, общество. Формально сохраняется форма, империя называет себя православной, народ верит в большей своей массе, но не доверяет церковным институтам, не доверяет священнослужителям, возможно, в каком-то количестве. Постепенно складывается эта трагическая ситуация, то, что общество скрепляет, его цементирует, разваливается. И тогда, конечно, совсем другие силы захватывают умы, чаяния, идеи привлекают новые. Но об этом говорили, конечно, наши выдающиеся святые того времени. Например, Иоанн Кронштадтский со всей ясностью об этом заявлял. Когда начинаешь знакомиться с историческими документами той поры, то обращает внимание выстроенность политики, идеологии, в частности, большевиков. Первыми декретами были те, которые направлены именно на перестройку сознания. Принимаются декреты, которые отделяют церковь от государства. Спустя два года выходит циркуляр, который советской властью предписывает уничтожить по всей стране святые мощи. По сути, это была объявлена война церкви. Народ в массе своей пытался противодействовать тому, что происходило. Человек, укорененный в православной традиции, верующий глубоко и не понаслышке, для кого это часть жизни, никогда не поведется на такую бредовую идею, как построение светлого будущего. Какое светлое будущее, когда человек поражен грехом. Вот это же и произошло в 90-х, когда снова империя уже советская рухнула самым бесславным, ужасным образом. Мы были этому свидетели, сколько крови человеческой пролилось уже в те годы, в начале 90-х, 90-х годов. Чтобы захватить массы людей новыми социальными проектами, идеями, конечно, надо было полностью переформатировать. И только на основе атеизма можно было указывать такие цели. Никто не приукрашивает капиталистический строй. Критика его давно известна, и несуразности, и перекосы капиталистической формации давно изучены, и никто это не идеализирует. Но эти же вопросы решались и ставились также, впрочем, и в период царского правления, социальной справедливости. Но православный человек прекрасно понимает, что равенство на этой земле, то, что поразглашалось демагогически так, манипулятивно, никогда не будет. Потому что это земля, место, где действует грех человеческий. И только нам же Господь указал, какой путь. Была первобытная, так сказать, раннехристианская коммуна, описанная в книге «Деяний». Она там внятно описана, что приносили, делили имущество, отдавали его. Но это было тогда, когда человек преображал свою душу и сердце, делал это по велению внутреннему, сознательно. Ну, у нас была общенародная собственность не один десяток лет, но она держалась на опорах государству. Как только стало можно, люди стали обогащаться сразу же. Да, они стали обогащаться и до этого еще, в советский период времени. Потому что такая сильная страсть, как к обогащению, как к стяжанию, ну, может быть, именно предпринимательству в более положительном смысле, к творчеству, распоряжаться своими средствами, чем-то владеть. Это присуще человеку, это остановить невозможно. В Северной Корее современной, как это держится? Некая карикатура на такой вот социальный рай, на штыках и на репрессиях, всенародная собственность. Потом же она была определенным образом разделена теми же людьми, которые должны были являться гарантом стабильности советского государства. Руководители советского государства просто разделили общенародное достояние, что вообще можно квалифицироваться как государственное преступление. Батюшка, ну, если вернуться вот к теме, почему же такую неприязнь, такую неприязнь вызывала церковь вот в те годы? Когда мы читаем документы, пытаемся какие-то прикоснуться к архивам, у нас возникает ощущение, что все сошли с ума. Я бы сказал, это массовая шизофрения. Такое повреждение сознания, такие иллюзии. Мы-то смотрим это, конечно, спустя уже десятилетия, смотрим на всю эту ситуацию. Неприязнь отчасти по разным причинам. Она искусственно и насаждалась враньем, манипуляцией, обманом. Но была и, конечно же, в основе слабость церковной жизни, ни о чем мы говорили, того времени, выхолощивание ее, формализация, форма, за которой часто люди настолько... Мы уже вот, вкусившие церковной жизни уже в новое время, иногда вот, сматриваясь факты того времени церковной жизни, мы ужасаемся просто. Какой там был распад, какое отступление было. Так чем же это могло кончиться? Ну вот, есть такое мнение среди богословов таких известных, что отчасти это было и влияние католичества, католического богословия на наше православие, пагубное влияние, которое, в общем-то, оно и сейчас присутствует и выражается в некой формализации церковной жизни. И, в частности, порождает, может быть, вот то невнимание к внутренней духовной жизни, к своей душе, и когда приоритет отдается внешней, такой социальной активности, скажем так. Вот как главную причину этой беды в XIX веке называли такие известные философы, как и Владимир Соловьев, и Алексей Степанович Хомяков, и Иван Аксаков. Как важно сохранить то, что называется солью. Ну, почему называют церковь соль земли? Это существо. Церковь не призвана реабилитировать наркозависимых, заботиться о бедных. Это сопутствующие дела, которые, естественно, возникают. От полноты сердца. Человек хочет поделиться и помочь, но если есть чем поделиться. Самая главная задача церковной жизни все-таки это подготовка человека к вечной, бессмертной жизни, чтобы он оказался способен к восприятию той духовной, светлой жизни, реальной, которая называется у нас Царством Небесным, и то, что называется спасением души, спасением человека. Но в нашей земной жизни, конечно, мы не можем добрые дела, не можем не проявлять себя. И добрые дела, и естественное следствие любящего сердца. И мы, конечно, видя вокруг себя множество проблем, многие церковные институты возникли направления, занимающиеся там и катехизацией, образованием, и взаимодействием с разными структурами общества, военными, социальные институты, все это есть. Конечно, самое главное – сохранять баланс, правильное понимание, меру, не слишком увлекаясь, а не забывая, что есть главное, а что уже производное, может быть, вторичное. – Батюшка, возвращаясь опять-таки к теме монастырь и революция, все-таки удивительные вещи произошли 25 лет тому назад, 30 лет назад, когда буквально на пепелище, на пустынных местах, на камнях стала возрождаться жизнь. Причем происходить это стало по всей России. То есть монастыри, храмы, Артемий Веркальский монастырь. Как вы можете объяснить вот это удивительное событие, это удивительное явление, которое мы так привычно уже называем словом «возрождение»? – Это проявление реального чуда Божия, так вот как это в небытие уходило, с кровью, разрушением, вот так как бы ниоткуда начало восстанавливаться. Важно, что никакого не было специального приказа выделения бюджетных средств. Сейчас церковь в России живет, можно, наверное, сказать, свободно. Она не притесняется государством так, по большому счету. И она живет тем, что внутри есть. То, что построено, это все добрые воли людей. Все, что восстановлено в церковной жизни в России, это свободное произволение. И люди, которые пришли в наши монастыри по зову сердца, это всегда особая судьба, особое призвание Божие. Это всегда маленькое чудо в жизни человека. Но это есть, это происходит. Это неформализовано. Это свободное происходящее событие. Вот такой вопрос, Батюшка. Вот по представлению некоторых молодых людей, отдаленные монастыри, старинные храмы являются неким таким таинственным порталом, где происходят мистические события, мистические вещи с людьми. Вот на самом деле, что такое монастырь? Тайна христианской жизни. Мы знаем, что русское монашество всегда питалось от традиций Святой Горы, от афонского монашества, которое там стяжало средоточие, вот те богатства духа, ну и, конечно, по всему миру православному. И сейчас во многом эта традиция восстанавливается. То, где происходит главная работа, битва, сражение человека за свое сердце в концентрированном виде, спецназ духовной жизни, где эти задачи решаются более обостренно. Да, они являются задачами любого человека, совершенствовать свою душу, развиваться правильно, духовно. Но в монастыре это главная задача, и люди там призваны заниматься этим более осмысленно. Монастырь всегда был центром духовной жизни в нашей стране, на Руси, и оставалось. При всем оскудении церковной жизни монастыри оставались многие оплотами, крепостями, крепостями, поэтому и разорялись так ожесточенно. И бескомпромиссно уничтожались часто монаши, потому что они были непримиримы, их называли фанатиками, безумцами, но они были убежденные люди. Занимается человек встреча с врагом, и осуществление Евангелия вот в таком воспитании своего сердца, в этой борьбе, незаметной, невидимой. Для многих людей монастырь остается тайной какой-то, так и есть. Потому что это главное действие скрыто от глаз, главное действие сокровенно. И пусть это будет тайной, а люди вожделенно приходят и где-то напитываются, прикасаются, дары благодати на них исходят, невидимым таким образом, таинственным. Пусть наши монастыри остаются источником силы, духовного могущества русского народа, и пусть они крепнут, набирают опыт, набирают силу постепенно. Батюшка, я вас благодарю за участие в нашей программе. Дорогие телезрители, в завершении нашей программы мы предлагаем посмотреть вам видеозарисовку с вечера, посвященного 25-летию возрождения Артемии Вергельского монастыря. А на этом мы с вами прощаемся. До свидания, всего вам доброго, и до новых встреч. До свидания, Хорни Господь. Монастырь – дело, конечно, очень личное каждому, очень близко к сердцу лежащее, поскольку это посещение монастыря обычно задевается в человеческой душе самые потаенные струны. Ну и Вергельский монастырь, конечно, не исключение. Действительно, это очень благодатное место, тихое, спокойное, где можно о душе подумать. И поскольку я возглавляю и возглавляю Воскресную школу Свято-Троицкого храма нашего города, мы ездили туда с 98-го года. Считаю, уже 20 лет мы туда ездим. Монастырь-то родной нам стал уже. Когда впервые туда приезжаешь, то, о чем мы сегодня говорили, что вот эта тишина, благодать, вот это какое-то просто свыше такое вот на тебя сходит, духовное такое, что сердце не может не откликнуться. Ну вот говорят, есть место силы. Вот это стало нашим местом духовной силы. Потому что тогда, в 93-м, в отвороте всех событий и всего того, что происходило, очень нужны были нравственные ориентиры. Так вот, как раз побывав там, я поняла, ощутила, что нравственный ориентир нужно найти вот в той духовности, в тех основах и в тех истоках, которые есть в нашей культуре, в нашем православии, в нашей истории, в наших традициях. И мы тогда побывали в первый раз в Веркальском монастыре. Ребятам сейчас, которые там побывали, уже около 40 из-за 40. Это уже жизнь. Я уже теперь точно могу сказать, что вот эта встреча, она повлияла на их формирование и вообще их установок жизненных. Для меня это очень важно. В Веркальский монастырь приезжаешь, как бы прикасаешься к тому самому роднику духовности и к тому самому удивительному светлому месту, которое дает силы жить. Я от всей души желаю Веркальской обители процветания и всего того, что называется великой светлой благодатью. Низкий поклон всей братье и великая благодарность. Субтитры создавал DimaTorzok